Просыпайся, улыбайся Вместе с нами огромному миру Делай громче, хорошее утро Сделай счастье ориентиром Хорошее утро, хорошее утро Хорошее утро, хорошее утро Хорошее утро Хорошее утро, 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 хорошее утро Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя, что я далеко от тебя. Друзья, у нас гостя группа Бакс Банни. Пожалуйста, подходите к нам. Ребята! Друзья, знакомьтесь, Филатов Андрей, Николай Панченко, Роман Вакуленко, Максим Коршунов, Александр Михин, Антон Капитонов, Роман Безикин и Константин. Мой сияди. Именно так. Мой сияди. Ребята, всем привет. Ну, действительно, вы сейчас взбодрили, наверное, всю Кубань. Очень круто. Это было очень круто. И у каждого вопрос, почему Бакс Банни? Да, как-то так получилось. Группа исполнилась 9 мая ровно 3 года, и в свое время проект задумался как шуточный. Поэтому мы хотели придумать название какое-то мультипликационное, чтобы людей хотя бы с названия радовать. И получилось еще такое название «Игрослов Бак» с Банни. Ну, и прошло время, проект стал уже не шуточным, но название все-таки осталось. Ну, кстати, был костюм Зайца, даже, насколько я знаю, да? Был костюм Зайца. Помним это. Зайчик даже. Многих он радовал многое время, наверное, поэтому как-то нас стали узнавать. Ну, последние полгода мы от него отказались. Ну, он порвался, и как бы, а уже бюджет. Мы растем, растем, коллектив растет, все в него не вмещаются, поэтому пришлось его все-таки заменить. А сколько вы вообще вместе? Все вместе, состав у нас менялся, причем несколько раз. Да, Рома? Да. Ну, я вообще не знаю, как честно, как из-за Ромы. А что, из-за Ромы? Я не знаю, что название для ребят. Коллектив часто менялся на состав, но сейчас в последнее время уже скомпоновался. Я думаю, что в ближайшие годы, надеюсь, что они поменяются, потому что музыканты хорошие. И мы, главное, что очень отличные друзья. А это самое главное. Ребята, ну, на самом деле, смотрите, у вас тут и Джон Леннон в группе. И Крестный Отец, посмотрите. Либо Крестный Отец, либо Витцов. Крестный Отец с Витцовым. Скажите, самое необычное место, где вы выступали? Самое странное, может быть. Адрер, говори про. Адрер, говори про. Да, это все вместе было. Новогодняя ночь была. Естественно, как и многие коллективы, мы много работали. Несколько было площадок, и уже последняя площадка была в 4 часа утра. Мы над одной отработали, выступили. Нам говорят, ребят, нужно еще на одну. Ну, только придется пройти 500 метров и над железными путями. И, в общем, мы пошли, там стоял с инструментами в 4 часа утра, в 31 на 1. Ну, ребята, сложнее всего Витцину было. Наверное. С барабанами. Представьте, да, когда поезд, и нужно под поездом все это пронести. Да, мы так передавали друг другу, что со стороны на это было посмотреть. И, думаю, люди подумали, что мы что-то воруем. Контрабанда. Это кошмар, кошмар. Стоем, поезд несется, сигналит. Вы представьте, да, и люди пьют абсолютно... А мы уставшие, назовем это уставшие, потому что все-таки новогодняя ночь. А там реально кабак, то есть заходим, и как начнется это, это было уже не остановить. Праздник был просто через край. Круто. Ну, вот все-таки утро. Скажите, какая песня вас, наверное, лучше всего пробуждает? Пробуждает. Концерт чекус. Концерт чекус. Правда? Ребята, ну вот вы в основном поете каверы, да? Но сейчас я знаю, что вы готовите свой первый альбом. Да? Ну, альбом это, наверное, слишком масштабно сказано. Ну, новые композиции. Хорошо, если в этом году все-таки получится альбом насобирать, но в данное время мы готовим несколько композиций. И планируем, что в ближайшее время, я думаю, что после сезона активного летнего мы забудемся в студии, будем писать, 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 и будем даже, может, клип снимать. В планах такой. Ой, здорово. Подождите, я знаю про концерт, про какой-то необычный концерт. Да, 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 на берегу моря. Красиво. Заказ и концерт. Я сейчас несколько ребят порадую, они об этом еще не знают. А, да, о, классно. Ты скрывал от них, да? Там бесплатный один концерт. Да. Ну, концерт, наверное, не так сказать, что бесплатный. У нас в Новороссийске чуть посложнее. У вас в Краснодаре можно выйти на улицу Красную, и любым музыкантам можно петь, абсолютно никому не мешая. Да, да. А у нас такого улицы, к сожалению, нет. Если мы выйдем, то мы будем нарушать порядок общественный. Поэтому у нас очень большое согласование. Сейчас мы согласовали с администрацией. Сделаем концерт на набережной возле моря, большой, открытый для всех желающих, и сделаем его благотворительным. Будем играть как уличные музыканты, собирать на шляпы. И все, что мы за этот вечер заработаем, мы обязательно передадим в детский дом. Слушайте, круто. Это прям спасибо вам за такое. Ну, на самом деле, мы хотим вам поаплодировать. Это действительно отличный поступок. И, наверное, хотим послушать самую бодрячую песню в вашем арсенале, о которой мы, в принципе, с вами и говорили. Итак, друзья, Бакс Бани в хорошем утре. Музыка с берега «Черного моря». Над морской тишиной, над крутой, над волной Две вечерние звезды, две дороги, две судьбы И одна из них зовет через волны на восход А другая тянет к дому, снова в порт меня зовет Дома долго мне нельзя, сердце бросится в моря Посмотреть, как в океане начинается заря Но как только горизонт серый берег зачеркнет Меня снова тянет к дому, снова в порт меня зовет Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак Я любимой объяснял, как лепетка тебя не трал А она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал Я любимой говорил, как в моря свои ходил А она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любил Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак Ну и поскольку мы группа современная, нотка современности В моей вселенной ты был господин И никого вокруг, только ты один Но оказалось ты мне незаменим Я открываю мир других мужчин Мало-половин, мало-мало-половин Я открываю мир других мужчин Субтитры делал DimaTorzok Мир других мужчин Мало-половин, мало-мало-половин Мало-половин, мало-мало-половин Мало-половин, мало-мало-половин Я открываю мир других мужчин Браво, друзья! Друзья, если вы что-то пропустили, не расстраивайтесь, это и другие интервью Вы можете посмотреть на нашем сайте Кубань24.TV Ну а прямо сейчас мы узнаем, как быть в тренде в соцсетях. Здравствуйте, в эфире рубрика «Школа Инстаграм» и я, ее ведущая Виктория Гандина. Продолжаем говорить об антитрендах. Очередной антитренд – лук дня. Скорее всего, ваш стиль не заценит, если только вы не знаменитость, у которой гардеробная размером с футбольное поле. Особенно раздражают подписчиков, когда фотография сделана с вот такого ракурса. Сверху вниз. Этого лучше не делать. Это уже антитренд. Следующий антитренд – вдохновляющие цитаты. Инстаграм уже ломится от философских высказываний Амар Хаяма и Оша. Пожалуйста, не делайте этого. Слоганы – это хорошо, но и не сочтены. Можно придумать и другой, более художественный и интересный способ вдохновить своих подписчиков. Пожалуй, самый распространенный антитренд – это переизбыток хэштегов. Например, вы сделали фото на пляже и пишете «фото», «утро», «вкусняшка», «пляж», «солнце», «песок». Будьте, пожалуйста, вдумчивее и ставьте только самые актуальные хэштеги. А если вы не заинтересованы в увеличении ваших подписчиков, то это и вовсе делать не нужно. Это далеко не весь список приемов, которые уже не моден в Инстаграм. О других антитрендах я расскажу в следующем выпуске. А сейчас желаю вам побольше фолловеров и поменьше хейперов. Виктория, спасибо вам большое за то, что раскрыли секреты в соцсети и, в частности, Инстаграм. Друзья, мы напоминаем, вы смотрите «Хорошее утро». Сегодня 8 июня, пятница, и, казалось бы, вот уже выходные. Уже очень близко, но не тут-то было, ребята. В субботу тоже рабочий день. Ну, а что поделать, зато потом 3 выходных, и можно уже обниматься, можно делать все, что захотите. Ой, да вообще, кроценько поедем. Кстати, про объятия. Недавно робот из Германии помог выяснить, какие они идеальные объятия. Итак, взяли 30 испытуемых, и робот, мягкий робот, вот этот, двурукий, обнимался с каждым из людей по 12 раз. Да, да, и менялась, значит, его мягкость, то он вот то мягче, то тверже становился, то сильнее, сжимал своих друзей, то чуть слабее. Ну, вообще, смотри, это очень странно, это очень странно выглядит. Покажите вот эту картинку, просто обнимается, называется он еще «мягкий робот». Мягкий робот, да. Звучит еще очень странно. Короче, формула идеальных объятий, ребят. Обязательно человек, которого вы обнимаете, должен быть вам немножечко близок. Он должен вам нравиться, да. Вот, и когда вы все-таки обняли человека, не нужно долго его держать. То есть, как только вы почувствовали, что вот он от вас немножко остраняется, сразу раз и отпустили его. Пусть идет себе с миром, как говорится. Ну, как думаешь, для тебя идеальное объятие сколько? Минута, две, три? Секунда. Секунда? Да. Вот так. Вот это мои идеальные объятия. Обнимаю тебя. Спасибо. В общем, друзья, вы знаете, мы вам рассказываем всегда самое интересное, но непонятно, понадобится вам это в жизни или нет. А, зато весело. Робот, который обнимает. Но зато, вы знаете, на одну информацию больше будет, что рассказать на выходных всем своим друзьям и знакомым. Итак, друзья, смотрите «Хорошее утро», далее «Факты», «Факты спорт», поговорим немного о погоде и возвратимся в студию «Хорошего утра», где вы узнаете, как сварить летящее яйцо. Да, яйцо в полете. И познакомимся со звездой из 90-х. Еще раз. Просыпайся, улыбайся, вместе с нами огромному миру. Делай громче хорошее утро, сделай счастье ориентиром. Хорошее утро, хорошее утро, хорошее утро, хорошее утро. Ну что, ребята, всем привет, вы смотрите «Хорошее утро». Вместе с вами свой день, свой пятничный пред-пред-выходной день начинают Евгений Шитухин и Мария Грай. Доброе утро, ребята. Кстати, ученые рекомендуют, вот если вам нужно очень-очень быстро проснуться, и вы никак не можете встать с кровати, нужно, чтобы что-то стрессовое с вами произошло. Вот, можете, например, не заводить будильник, стресс потом утром получится, когда вы проскнете на работу. Нормально. Да, либо, я не знаю, может быть, сосед к вам постучит и скажет, вы меня заливаете, начнет ругать вас самыми страшными словами. Либо от звуков перфоратора, да? Друзья, либо вот так, как вы увидите на видео, человек просто реально проснулся. Дело в том, что дрон, который снимает с воздуха видео, неожиданно потерял связь и начал падать, и падать в озеро. И как вы видите, он просто, он героически спас этот дрон. Вот сейчас в заме утки, утки полетели. Утки, а ты посмотри, сколько драмы на лице, ребята, посмотрите, какое лицо. Ребята, вот эти кадры, мне кажется, достойны Оскара. Действительно, он как Джеймс Бонд плывет, и кажется, что уже все, дрону конец, но в последний момент... Опа! Он протягивает руку, и все, поймал. Вот, ребята, но если и эти кадры вас ни в коем случае не разбудили, то специально для вас есть наша ежедневная рубрика под названием «Видеобудильник». К нам в видеобудильнике присылается наш телезритель. Давайте посмотрим очередной видеобудильник от самых маленьких телезрителей, пожалуйста. Меня родители летом отвезут в лагерь, а мы с родителями едем к бабушке, мы с родителями едем на дачу, а меня родители летом отвезут в море. И все мы, потому что доедем, потому что родители о нас заботятся. Ну, ребята, спасибо вам за такой видеобудильник. Это были дети ЮИД, которые рассказывают о том, как нужно правильно вести себя на дороге. Если вы хотите прислать свое видео к нам в передачу, то, пожалуйста, мы ждем. Присылайте на номер 8-988-312-15-15, либо в группу во Вконтакте «Хорошее утро», либо на почту. Утро.дефискубайн24собакамейл.ру. В общем, вы все видите. Ребята, набирайте, присылайте, и мы обязательно покажем ваш видеоролик. Ваш будильник в эфире. Пожалуйста. Да, ну, если на самом деле даже это вас не разбудило, не разбудило, да? Ну что, козыря достаем, Женька. Что еще остается делать? Ребята, достанем самого вашего любимого ведущего «Хорошее утро». Для нас это действительно каждый раз праздник. Человек из Москвы снимает нам видеоролики. Каждый раз ему снова 18. Можно сказать, что это Владимир Познер «Хорошее утро». Самый лучший интервьюер Москвы. Ну, вы сами знаете, кто это. Певец, прекрасный автор и наш друг Дмитрий Нестеров. Сегодня у него в гостях Владимир Левкин, звезда из 90-х. Давайте смотреть. На концертах солисты группы «Нана» заставляли плакать о счастье своих фанаток. Их даже приглашали исполнить гимн «Планеты» в открытом космосе. А на Земле сложно найти человека, который не знал бы легендарной Фаины. Сегодня в «Хорошем утре» кумир, идеал и мечта всех девушек звездной эпохи. Солист самой яркой четверки конца 20-го века. Владимир Левкин. Доброе, хорошее утро. Говорю вам я, Дмитрий Нестеров. И объявляю программу «Хороший завтрак открытый». Сегодняшний мой гость хорошо знает, как профессионально избавиться от поклонниц. И благотворительность прошла красной лентой через всю его жизнь. Владимир Левкин, самый главный и, мне кажется, один из лучших вокалистов группы «На-На». Доброе утро. И сразу же первый вопрос. У вас есть любимая песня, которую вы пели в составе группы «Нана»? Месяц мой, конечно же. 25 лет ведь вы отметила группу «Нана». Ну смотри, в 89-м году мы образовались. В 19-м году уже 30 будет. У всех жизнь по-разному сложилась в нашей артистической жизни. Но вы общаетесь, я знаю, да? Поздравляете с днем рождения. Мы много где общаемся, с кем общаемся. И, естественно, со всеми ребятами, которые были в то время на сцене, это и «Динамит», это и «Отпятые мошенники», и «Ласковые мошенники». Все равно мы дружим. Каким-то образом там пересекаемся дружим. А были какие-то у вас синяки от поклонниц, ссадины? Синяки – это малая толика того, что было. Иногда люди приезжали и говорили, что вот дети от вас. Но на самом деле... А как вы с этим боролись? Раньше же с ДНК там было сложнее. У меня мама, у нее глаз наметный. Не похож, нет, не его, так? Нет, да. Почти 10 лет вы отдали группе «Нана». И обычно основные солисты покидают группу по каким-то очень серьезным причинам. Контракт закончился. Контракт был очень интересный. Это, наверное, был один из самых первых контрактов у нас в России в шоу-бизнесе. На 68 страницах, где было прописано буквально все. У меня был в жизни контракт, единственный, который я подписал. А потом на следующий день просто счастье было, что я смог его разорвать. Потому что там были ужасные вещи прописаны, а я не прочитал даже. Я никогда был молод. Первый отпуск у нас был через 7 лет после дня образования группы. Тяжело было, правда. По 5 концертов в день это иной раз выдержать было очень-очень сложно. Поэтому всегда нужно читать контракты. Вы принимали участие в шоу Первого канала, точь-в-точь. Как же вам удалось убедить продюсеров шоу не примерять на вас женских образов? Ведь все остальные артисты не смогли избежать этой участии. Тех, условно, женщин, которых я предлагал, как-то не утвердили. Кто дался лучше? Я не знаю, мне показалось, что очень здорово получился Леонид Агутин и Леннон. Я смотрел интервью с ними и как они себя ведут в жизни, как себя ведут на сцене. И сам номер, который ты будешь показывать. С Каем тоже был, по-моему, очень интересный. Кай. Кай Метов, да. Это было очень здорово. Я приехал к нему домой, мы долго сидели, разговаривали. Он мне пел, я ему пел. Но это был, наверное, самый сложный в вокальном смысле образ. Почему сложный? Да, неделю. Попой вот так вот, в такой позиции. Я потом неделю не говорил. Кстати, у вас много чего было. И для меня был открыт... Я очень рад факту вашей биографии, что вы бесстрашный человек. И в 2016 году ездили в Сирию. Два раза. Дважды? Да. А что это за порыв в душе? У меня отец военный, поэтому для меня приглашение Министерства обороны поучаствовать в акции «Кинодесант» было просто честью. Понимаешь, ребята, которые служат, у них есть и командиры, у командиров есть жены и дети. И когда вот все вместе собираются, это получается не просто концерт, а это получается просто общение с теми, кто вот сейчас, в данную секунду, в данный момент, я скажу немножко пафосно, но в данный момент отвечает за нашу с тобой безопасность. Да, за это спасибо огромное. Низкий поклон всем тем, кто защитяет наше родное отечество. Да. Блиц к финалу интервью. Блиц. Давай. Блиц для Владимира Левкина. Какое имя ближе? Фаина или Нана? Барусин. Браво. Женить бы для вас счастье или мука? Сейчас это просто счастье. Это, говорит, человек, который был женат сколько? Не важно сколько. Что на первом месте? Шоу-бизнес или благотворительность? Ты знаешь, есть тех людей, которые умеют все это соединять и счастлив этим. Что выберете для отдыха? Кубань или же Крым? Ты знаешь, я и там, и там отдыхал, и там, и там буду отдыхать, и, надеюсь, еще и Алтай сюда прицеплю. И финальный вопрос. Ваш девиз по жизни? Он очень простой. Кто, если нет? Прекрасный, прекрасный ответ. Прекрасное интервью и хорошее утро на телеканале Кубань-24 подходит к финалу. С вами был я, Дмитрий Нестеров, и самый добрый человек нашего отечественного российского шоу-бизнеса. Возьмите, Левкин, спасибо вам большое за интервью. Доброго. Ребята, кто, если не Левкин, и кто, если не Дмитрий Нестеров, предоставил бы нам это интервью, мы еще раз хотим сказать, Дима, спасибо тебе большое. Мы тебя... Давай лучше ты скажи. Мы, да, девочка, мы тебя очень любим, мы приезжаем к нам на Кубань, у нас тут уже море прогрелось. Итак, друзья, возвращаемся к новостям. Совсем недавно свой день рождения отметил самый старый кот на этой планете. Ему исполнилось 30 лет. Это рыжий мейн-кун, зовут его... Щебень. Щебень. Как будто из 90-х, да, опять? Как будто бы он в 90-х крышует рынок. Да, огромный котяра, причем отметил он свой день рождения в ветеринарной клинике. Там его обследовали, конечно, в таком-то возрасте, господи. Там его обследовали, подарили ему новый корм, новые игрушки. Он, конечно, в них уже не играет. Вот. Ну и, собственно, и лекарства. Ребята, чтобы вы понимали, 30 лет коту, это как 137 лет человеку. То есть вот такой он долгожитель. А на самом деле в книге рекордов Гиннесса занесен кот-долгожитель. Кошечка, кошечка. И этот рекорд еще никто не побил. 38 лет она прожила. И на самом деле ветеринары говорят о том, что этот кот может побить этот рекорд. Да, единственное, что его мучает, это давление. Вот. И немножечко лишний вес. Но его секрет в том, что он хорошо питается. Он правильно питается. И вот, кстати, о самом необычном приготовлении яиц вкрутую, куриных яиц, мы вам сейчас расскажем, как приготовить куриное яйцо на пару. Вот появилось видео в интернете, где левитирует яйцо. И на самом деле вот с таким номером можно выступать где-нибудь на корпоративах, зарабатывать деньги, как фокусник. Жейка, уже прям смотри, бизнес-план уже разработал парень. Но на самом деле, ребята, уже захотелось кушать. Мы посмотрели. И давай-ка перейдем в наш уголок для завтрака. Ой, сегодня мы будем готовить нечто волшебное, необыкновенное. Оставайтесь с нами. Где музыка души и сырных дел искусства сливаются в чарующий союз, рождается из нежности и вкуса неповторимый сыр «Кубанский блюз». Упругая маслянистая мякоть, тонкие голубые прожилки, яркий интригующий вкус и изысканный аромат. Сыр «Кубанский блюз». Наслаждение в каждом кусочке. Итак, друзья, сегодня день мороженого, кстати, во всем мире отмечается, поэтому мы будем готовить необычное мороженое с сыром с голубой плесенью. Да, такое тоже бывает, очень вкусно, между прочим. Что нам понадобится? Нам понадобится сыр «Кубанский производитель» с голубой плесенью, нам понадобится груша свежая, нам понадобится лимончик свежий. Вот, Женя, уже мороженое. И, собственно, вот оно мороженое. Смотрите, как уже аппетитно это все выглядит. Итак, смотрите, для начала нам нужно смешать мороженое с сыром. С сыром, да. Желательно, чтобы сыр был мягкий. Затем нарезать орехи и нарезать грушу. Давай я это сделаю с помощью вилки. Ты нарезай все остальное. Сейчас, подожди. Да, держи. Маш, ты пробовала хоть раз вот такое сырное мороженое? Нет, я очень надеюсь, что это действительно вкусно. Попробуешь ты первая, хорошо? Хорошо, но этот не совсем мягкий сыр мы выбрали. Но, в принципе... Ой, мороженое. Сейчас бы еще кофе. Кстати, очередное исследование ученые провели и выяснили, что кофе, друзья, оказывается, очень хорошо влияет на коммуникабельность людей и умение работать в команде. Представляете? То есть исследователи провели такой вот эксперимент. Ой, как красиво, Женя, ты молодец. Вот сюда вот складывай, вот сюда это все. Они собрали группу 70 человек, разделили ее. И одни, значит, пили кофе перед совместной работой, а другие не пили. И получилось так, что те люди, которые кофеек попили, кофеманы, да, они за время работы полюбили друг друга, прекрасно сделали свое дело и остались друзьями навеки. Одноклассники там друг друга, да, наши? Встречались потом, женились. А те ребята, которые не выпивали кофе? А те не взлюбили друг друга, вот. И, собственно, никакой командной работы не получили. Вот мы с Женькой, знаете, с утра перед эфиром выпили кофейка, и мы теперь, как Жень? Ка-ман! Ну я чай пил, Маша. Я не знаю. Я так сразу поняла, что что-то не то. Я так полагаю, что мы уже приготовили наше сырное мороженое, добавляем сюда еще орешки, и мы уже будем пробовать это мороженое. Всем приятного аппетита, смотрите «Хорошее утро», далее «Факты», «Факты» спорт, поговорим немного о погоде, и возвращаемся в студию «Хорошего утра». Вас ждет еще много всего интересного. Ой, сколько интересного! Вкусно! Где музыка души и сырных дел искусства сливается в чарующий союз, рождается из нежности и вкуса неповторимый сыр «Кубанский блюз». Упругая маслянистая мякоть, тонкие голубые прожилки, яркий интригующий вкус и изысканный аромат. Сыр «Кубанский блюз» – наслаждение в каждом кусочке. Просыпайся, улыбайся, вместе с нами огромному миру. Делай громче, хорошее утро, сделай счастье ориентиром. Хорошее утро, хорошее утро, хорошее утро, хорошее утро, хорошее утро. Доброе утро, друзья! Это хорошее, самое лучшее утро. Евгений Шатухин и Маша Граин на «Кубань-24». Значит, все хорошо. В общем, друзья, просыпаемся. Сегодня пятница, 8 июня. Впереди еще один рабочий день и большие длинные выходные. И вообще на следующей неделе, как вы знаете, чемпионат мира у нас в стране проходит. Буквально вчера мы говорили про флешмоб «Усы надежды». Да, «Усы надежды». Сейчас стартовал этот флешмоб в соцсетях, и мы даже в нем поучаствовали. Но, ребята, организаторы подготовили для болельщиков еще один замечательный сюрприз. А именно «Ложки победы». Дело в том, что у нас нет предмета, которым можно нормально поболеть на стадионе. Слушай, ну обратно, а зачем нам вот эти трещотки, что там есть? Заграничные гугузилы, зачем они нам нужны? Ребята, вот это современно, это стильно, это круто. Поэтому мы хотим пригласить сюда самого знаменитого лошкаря. Кубани, Нину Манчинскую. Нинечка! Здравствуйте, дорогие телезрители, спасибо вам за такое объявление прекрасное. Вообще, я считаю, что мотивировать ложками победы наших игроков, вот не совсем правильно. Нужно их демотивировать вилками поражения, чтобы вот у тренера была такая вилочка, один пропущенный гол и сразу четыре дырки в футболисте. Нет, я буду болеть за наших, если честно. Я вот прямо настроена на то, что все ругают нашу сборную, там вот недавно они что-то там опять... Ну там-то ситуация была такая. Да не имеет значения, они будут играть дома и всех победят. Ну должны, должны. Ну конечно должны. Скажи, какие вообще планы... У погоды... Да, у небесной канцелярии. То есть вам интереснее о погоде, чем о футболе, да? Ну с тобой о футболе не поговорить, нет. Чтобы ему там удобно было тренироваться. Ладно, сейчас все расскажу. У нас с погодой все становится лучше и лучше. Вроде сегодня какие-то тучки начали появляться на небе, но нет, это только в южной части. Смотрите, что сейчас происходит. Вчерашний фронт, который прошелся по всей территории Кубани, сейчас летает где-то в районе южной половины нашего окрая, а вот в этой стороне, с центром над Украиной, размахнулся огромный антициклон. Он своим гребнем сейчас уже цепляет северные районы нашего края. Поэтому, опять же, по северу у нас сегодня никаких осадков, облаков станет меньше. Солнце, наоборот, больше, температуры начнут расти, не сильно, но чуть-чуть поднимутся на 1-2 градуса. При этом до южной половины края, естественно, этот антициклон будет добираться чуть дольше. Поэтому, как остаточное явление от вот этого фронта небольшого, по югу, в основном это Черноморское побережье, а также юго-восток края, там могут появиться кратковременные небольшие слабые локальные осадки. Ничего страшного и серьезного не ждем, просто север сухой, а вот по югу может немножко покапать. Смотрите, что у нас с температурами. Здесь все просто прекрасно. Утром, конечно же, свежо, вечером тоже, а вот днем север края наш 25-26 градусов. Вот Акущевская, Каневская, Ейск, Приморская, Ахтарск. В восточной половине Тихорецк, Кропоткин, Армавир 26-27, Майкоп, Абширонск, Лобинск, Белореченск. Там на градус теплее плюс 27. В центре нашего края до 30, обещают синоптики. На Черноморском побережье вот везде. От Анапы и до Сочи плюс 27, плюс 28. И западная часть края, Темрюк, Славянск, Крымск, также 28 градусов. При этом море уже достаточно теплое, купаться можно свободно, смело. 22 градуса Азовская, и что странно, в начале лета теплее черное. Море 23 на промежутке от Геленджика до Сочи. Ну, вот такие погодные настроения. Что касается Краснодара, здесь тоже все спокойно, никаких осадков не ждем. Утром 20 градусов, днем до плюс 29, это, конечно же, температуры в тени. На солнышке будет немного теплее. К вечеру плюс 21, плюс 23. Ветер умеренный, никаких сильных порывов и давление в пределах нормы. Вот так, дорогие друзья, у нас получается предпоследний рабочий день. А погода уже как будто бы прямо в выходные. На самом деле, девиз, мне кажется, этой недели на выходных нужно ехать на море. Но если оно уже прогрелось, то почему бы и нет? Оно уже ждет просто. И на три дня нормально там уже отдохнуть. Отпуск никакой не нужен, правильно? Слушай, правда, да. Друзья, да, погода действительно чудесная. Самое время устроить девичника или мальчишника. Лучше девичник, конечно. О, да. Все об этом знает наш эксперт Самир Азарян. Хорошее утро, важного дня, мальчишники и девичники. Мой вам совет. Гулять их так, чтобы это запомнилось. На всю вашу будущую жизнь. Мальчишники можно отгулять так, чтобы было по-настоящему, как в кино. А девичники так, чтобы ваши мужчины обязательно вернулись под конец девичника. Я рекомендую это сделать так же интересно и необыкновенно. И самое главное, быть подготовленными к этому мероприятию, как и предполагается будущая свадьба. Но совет от меня. Ни в коем разе не играют ни мальчишники, ни девичники накануне или двумя днями ранее вашего свадебного торжества. Сколько бы вы не намеревались выпить, или как бы вы долго не собирались не спать, это все отразится на вашем настроении в самый важный день. И мой совет, это самое главное, отгуляйте неделей или даже двумя неделями ранее. Давайте эмоции свадебной подготовки порционно. Один раз в неделю, один раз в две недели. Не гуляйте накануне. Я желаю любви нашим будущим телезрителям. Ну что, Самир, спасибо тебе большое. Это было очень приятно и очень познавательно. Ну что, нормально получается? Ну ладно, не первый шоумен, но второй, может быть, на третьем месте точно. Это да. На самом деле, вот тема этих всех мероприятий, свадеб, она очень важная. Вернее, для всего этого действия очень важна, какая будет погода. И я вам не успела рассказать. Ну все ты о своем, все о своей погоде. Ну и о чем? Как не отпускай, дай мне. Нет, просто буквально недавно появилась новость о том, что одна японская компания изобрела летающий зонтик. Ну казалось бы, ерунда какая-то. Ну как зачем? Дело в том, что это летающий дрон, на который натянут, собственно, этот зонтик. Он находится над головой человека, своего владельца, естественно. Причем в этот дрон встроены специальные камеры, которые распознают лицо именно своего владельца. То есть он не улетит прикрывать кого-то другого, не предаст ваш зонтик. А лицо или просто лысину запоминает лысину? То есть каким-то образом распознает именно фейс человека и летает над ним. Причем идея этого всего пришла к одному очень известному японскому человеку. Он представитель венчурной компании. В общем, однажды он попал в ужасный ливень, и у него обе руки были заняты. То есть зонтик достать он физически не мог. И тогда он подумал, а вот бы зонт сам меня прикрыл. Ребята, мы же давно придумали дождевики. Вот просто надеть дождевик. Он стоит, я не знаю, рублей 50, может быть 100. А этот дрон сколько? Во-первых, это нет, дрон появится в продаже только через пару лет, потому что еще стоит огромная задача, посильная, я надеюсь, для изобретателей. Нужно сделать так, чтобы дрон, когда летает над головой хозяина, не врезался никуда. Точно. Да, нет, нет, ну два года у них уже есть. Дождевик, ребята, дождевик стоит 100 рублей. А этот дрон, не знаю, зачем он нужен. Ну, мне кажется, прикольно, это же новая технология. Ну ладно, на самом деле, да, хотелось бы жить вот в таких, в таком будущем, где летают дроны, прикрывают тебя от дождя. Это прям как будто бы мы в космосе где-то. Это точно, как будто мы персонажи «Звездных войн». Слушайте, недавно, кстати, появился художник, итальянский мультипликатор, который рисует жуков. Он их рисует такими, какие они есть на самом деле, но с помощью цветов, скажем так, раскрашивая их, он превращает их в персонажей «Звездных войн». Вот примерно вот так вот они. Вот такое не просто раскрашение, он добавляет им ничего. Ничего себе! Да, посмотри. Слушайте, а вот такие «Звездные войны» я бы с удовольствием посмотрел. Конечно. Жук. Жук, ну похоже, правда. А знаете, что он сейчас говорит? Он говорит, «Жук, я твой отец». Давайте следующую картинку посмотрим. Это мастер Йода. А вот он, точно. Дарт Вейдер, это был мастер Йода, да? Да, да, так и есть. То есть он просто на жуках прям рисует? На жуках рисует, и получаются вот такие вот замечательные персонажи. Лея, пожалуйста. А общество защиты жуков ничего ему не говорит? Ничего не говорит, Женя, ничего, совершенно ничего. У него огромное количество подписчиков в Инстаграм, и главным образом это дети. Ну, конечно. Смотрите, это принцесса Лея какая. Принцесса Лея какая красота. О, какой же этот жирный джаба-хат. Скажем так, полненький джаба-хат. Нет, все, кто его видели, знают, что он не полненький. Ну, именно вот такой, в общем. О, смотрите, это... Ну, это кто? Это Чубака. Либо я, либо Чубака. Ну, на тебя похожа. Вот такая стопка Италии такой. Два варианта. Ну, кстати, я действительно думаю, что у него очень много подписчиков детей, потому что это те люди, которые обожают «Звездные войны». Казалось бы, фильм, ну, такой уже, с историей, а вот мелким нравится. Самое главное, никогда не поздно развивать свои какие-то творческие способности. Давайте-ка перейдем к самым творческим людям в нашей передаче. А это, конечно же, шустрики. Именно они продолжат эфир. Доброе утро, дорогие наши телезрители. И это программа... Шустрое утро! А это мои соведущие Деймир и Кристина. Привет, ребята! Привет! Сегодня пятница. Расскажите, как вы думаете, почему пятница называется пятницей? Потому что это последний день в неделе по счету, пятый. Пятый. Ну да, примерно, правильно. А еще знаете ли вы о том, что у древних славян была богиня, которую также звали Пятница. И она была покровительница этого дня. Вот так. Запомнили? Да. Как звали богиню? Пятница. Молодцы. Ну что, ребята, а теперь давайте посмотрим, что о сегодняшнем дне нам расскажет Шустрик. Привет, любознайки! Я Шустрик, и сегодня расскажу вам о такой дате, как 8 июня. Сегодня празднуется день рождения пылесоса. Всемирный день петербургских кошек и котов. А еще Международный день домохозяйки и домохозяина. Мировая общественность, чтобы отметить труд женщин и мужчин, полностью подсветивших себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, усередила 8 июня Международным днем домохозяйки и домохозяина. А еще сегодня Всемирный день океанов. Это относительно молодой праздник. Первый раз его отмечали в 2009 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Всемирный день океанов – отличный повод для того, чтобы все цивилизованное человечество пересмотрело отношения к одному из главнейших ресурсов на Земле, перестало относиться потребительски и приложило усилия для улучшения экологического состояния безбрежных океанов. Также сегодня можно отпраздновать День социального работника, День республики Карелия и День тейнственных знаков и предсказаний. С вами был Шустрик, и то, что сейчас вы смотрите «Шустрое утро» – это уже хороший знак для вас. До встречи, ребята! Пока! Ну что, друзья, в это прекрасное солнечное утро предлагаю рассказать нашим телезрителям несколько интересных фактов о Солнце. Вы знаете, что энергию, которую производит Солнце за одну секунду, хватило бы человечеству на миллион лет? На самом деле это так, и никакие электростанции не нужны были бы. А еще многие считают, что Солнце – это самый горячий предмет во Вселенной. Но температура молнии в пять раз выше, чем Солнце. А также мало кто знает, что Солнце на самом деле не желтого цвета, а белого. А желтым оно становится благодаря атмосфере Земли, поэтому оно нам всем и кажется желтым. Это как солнечные очки? Да, ну, что-то вроде того. А тему физики мы продолжим в нашей постоянной рубрике, которая называется «Лаборатория». Привет, ребята! Скажите, а вы чего-нибудь боитесь? Уверен, что да, ведь у каждого из нас есть страхи. Вот я, к примеру, очень боюсь змей, но уверен, что вместе с моим другом Эмадзи они мне будут не страшны. И, кстати, следите за ним. И в конце угадаем, какой сегодня у него был смайл. Вперед к Эмадзи! Привет, Эмадзи! Привет, Денис! А ты готов к встрече со змеями? Я всегда готов, но только ты ребятам сказал, что ты не настоящий змей. Нет. Пусть это для них останется секретом. Ну, хорошо, пускай будет это секретом. Для этого опыта нам понадобится сода, сахар, песок, технический спирт и зажигалка. Мы берем песок, добавляем туда технический спирт. Добавляем сахар-песок. Тоже песок, но только сахар. Так, добавляем. Теперь добавляем соду. Тоже сахар-песок, только сода. Да. И теперь нужно это все перемешать. Я попрошу тебе помочь мне. Давай. Перемешиваю, пожалуйста, вот эту смесь. Так, как по кругу? Вот так, да. Вот так перемешиваем. Прекрасно. И теперь всю эту смесь мы сейчас будем поджигать. Ты готов? Да. Тогда держи ложку. Держу ложку. Мы... Что должно получиться? Должны получиться змеи из песка, который будет вылазить. Вау. Смотри внимательно. Так. Это очень медленный химический процесс. Подождем. А где змеи? Они вылазят. А, вот эти черные? Конечно. А какие змеи вылазят? А-а-а. Смотри внимательно. Теперь они вылазят. И это похоже на то, что из песка вылазят змеи. Они там спятались. Неплохо, Эмадзе. Неплохо. Как долго они будут вылазить? До тех пор, пока спирт не сгорит. А после чего... Все зависит от спирта. Да. Потом все это остынет и можно уже подавать. Скажи, они могут высоту расти, но большими? Конечно. Чем больше насыпем сахар и соды, тем выше они будут, если мы сделаем горочку. Но если все это перемешать, то наши змеи будут очень маленькие. Нужно делать горочку, перед тем, как поджигать песок. Ты когда-нибудь песок поджигал? Нет. Ну что, Эмадзе, пока змеи все еще горят, пока спирт испаряется, пойду расскажу ребятам, как это происходит. Иди, рассказывай. Когда сода и сахар вступают в реакцию, сода разлагается на углекислый газ и пар. Это и заставляет массу двигаться. А сама змея начинает образовываться из остатков горения. Я все. Денис, все прошло успешно? Да, успешней не бывает. Спасибо тебе, Эмадзе. Ничего себе, сколько ты спирта налил. Зато всегда тепло в руках. Это точно. Ну что, ребята, а вы догадались, какой сегодня закрался смайлик нашего друга Эмадзе? Уверен, что да. Тогда смотрим и проверяем. Три, два, один. Вот такое нам выдалось прекрасное утро. И надеюсь, вам понравилось проспаться в нашей компании. А сегодня вместе со мной эту программу провели Диемир и Кристина. А все вместе мы... ШУСТРОЕ УТРО! До встречи, ребята! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...